друзья привет вы наверное привыкли что на этом канале я как правило рассказываю про нестандартные автомобили ну например альфа ромео джулия квадрифолио или ferrari 812 суперфаст но согласитесь сложившейся ситуации они в основном представляют лишь теоретический интерес сейчас на первый план выходят но чуть-чуть другие свойства автомобиля но если вы по-прежнему со мной то наверняка интерес к вождению у вас еще есть поэтому что нам нужно найти автомобили двойного назначения недорогие универсальные чтобы можно было и семью перевести ну и чтобы вам за рулем там было здорово например такая как моя бмв первой серии или бмв первой серии следующего поколения в кузове f20 именно о ней мы сегодня и поговорим и знаете что самое интересное несмотря на то что моя машина старше эту вы можете купить даже дешевле с этой единичкой у меня связаны теплые авто журналистские воспоминания потому что она стала поводом моей первой серьезной командировки от авторевью в 2011 году я ехал на тест-драйв именно этого автомобиля по моему он происходил в германии ну где-то в европе много говорил с немецкими инженерами ездил на разных версиях правда в тот момент были доступны только две 118 бензиновая и 120 дизель и кстати сразу вам вопрос посмотрите на этот хэтчбэк как вы думаете что это за версия у нас тут широкий агрессивный м-бампер большие колеса аэродинамический обвес наверное вы думаете что это 135 полноприводная нет друзья это именно бмв 118 ай с турбомотором 16 серии принц но об этом мы поговорим чуть позже сейчас еще несколько фрагментов из той моей командировки уже более чем десятилетней давности что я помню ну ключевой момент принципиально платформа этого автомобиля не отличается от моей машины здесь все также стойки макферсон спереди пятиры чашка сзади но пожалуй самое важное изменение это конструкция верхних опор тех самых стоек макферсон потому что она действительно совсем другая важный момент это ширина колеи здесь она значительно выросла больше чем на 5 сантиметров спереди более чем на 7 сантиметров сзади а вы понимаете что чем шире колея тем при прочих равных лучше и управляемость и устойчивость так что все зачатки быть интересны для вождения именно у этой единички есть потому что напомню что здесь по-прежнему правильная развесовка 50 на 50 во многом из-за нее задняя подвеска кстати полностью стальная но моторы я помню отлично что когда ездил на 118 и мне ну как-то он не впечатлил турбомотор 16 но вы понимаете прошло уже более чем 10 лет с момента начала производства этих автомобилей в стандартном виде их уже осталось не так много и сейчас не секрет что из этого двигателя можно достать 240 и даже 250 лошадиных сил а крутящий момент можно поднять со стандартных 250 ньютон метров до 400 тем самым он вплотную приблизится к турбодизелю 2.0 но у нас сейчас скажем так зимний вариант здесь фактически стандартная прошивка но изюминка этого автомобиля механическая коробка передач не могу без этого я ауди тт нашел с механикой и 118 f20 хотя если вы откроете автору то увидите что это ну настоящая редкость подавляющее большинство этих машин они конечно с автоматом zf и кстати сразу рекомендую вам пройти по ссылке в описании и убедиться что сейчас купить вот такую 118 можно все еще можно за миллион рублей и мне кажется что даже если просто посмотреть технические характеристики и конструктив этого автомобиля то уже можно понять что это очень неплохое предложение потому что если даже в базовой версии ну наверное есть определенные вопросы то не будем забывать чтобы это настоящий конструктор и все что вас не устраивает там можно исправить собственно так как это сделано именно в этом белом хэтчбеке ну а пока еще раз напоминаю ссылка на автору в описании переходите изучайте оставшийся скудный рынок но к счастью выбор по f20 у нас еще есть вот он тот самый турбомотор 1.6 серии принц хотя какой же это принц это настоящий король король страшилок о ненадежности я думаю что даже люди максимально далекие от автомобилей они слышали что такие двигатели лучше не покупать особенно если автомобиль поддержанный я думаю что дурная слава у него сравнима с турбодизелем 2.7 на Land Rover Discovery 3 ну и с трехлитровыми Land Rover Discovery 4 поэтому первое что нужно сейчас нам с вами сделать это убедиться что масло в этом двигателе еще есть но на самом деле как обычно не так страшен черт как все привыкли об этом думать у этого автомобиля пробег 140 тысяч километров никаких проблем тьфу 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 пока не было я надеюсь что на ближайшие четыре часа нам его хватит из интересного и необычного посмотрите какой оригинальный здесь демпфер колебаний на турбокомпрессор закреплен чтобы снизить вибрации передающиеся на кузов ну и традиционно для bmw вы видите да вот верхние опоры передних стоек при том что кастер здесь ну градусов 7 сама ось проходит вот тут весь двигатель смещен в пределы колесной базы и поверьте это действительно работает хотя не буду лукавить если мы сравним стандартную единичку серии в 20 с моим автомобилем или с единичкой и 87 то по управляемости старая машина будет боевите будет интереснее она острее реагирует на руль у нее реакции такие более собранные более цельные но все это можно исправить здесь уже естественно не стандартная подвеска амортизаторы бильштайн b6 посмотрите на тормоза передние суппорты это фиксированная четырехпоршневая скоба от porsche ну и внушающее уважение диаметр тормозных дисков сзади тоже крупные тормоза от 330 дизельные bmw свежего поколения f30 что еще из интересного у этой машины ну наверное самое любопытное для меня это задний редуктор сам по себе он остался стандартным но внутри теперь живет блокировка дифференциала к сожалению прошить этой машине электро блокировку как сделано у меня на поколение е не получалось поэтому чтобы ну зимой можно как-то было ездить более менее интересно пришлось ставить настоящую блокировку ну и судя по выхлопу нет здесь все-таки не 135 это просто такой кастомный выхлоп который звучит очень интересно потому что в стандартном виде принц но в основном выдает такое пылесосное шипение не очень интересно его крутить не очень интересно его слушать но откровенно говоря мне кажется что все-таки золотая средина если сейчас выбирать автомобиль все-таки 120 дизель ну потому что что еще остается либо 118 либо уже мощные версии вроде 135 или 140 сами понимаете сейчас не до жиру ну а если вы спросите меня может быть рестайлинг честно говоря я в этом не уверен потому что смотрите сами после рестайлинга даже такой мотор вам будет казаться очень хорошим потому что в версии 118 у вас осталось не 170 лошадиных сил а только 136 потому что двигатель там всего лишь трехцилиндровый полутора литровый вот такая девальвация индекса да конечно и после рестайлинга есть версии с дизельным двигателем но они значительно дороже чем то с чего мы с вами сегодня начали а если у вас миллионы чуть больше то наверное вот такой автомобиль это то что вас ждет но и с учетом всех внесенных доработок я думаю что у него есть все шансы оказаться как минимум не менее интересным чем моя собственная единичка купе давайте в этом и убедимся поехали даже не верится что этому интерьеру уже более 10 лет я отлично помню как большинство людей его ругала мол он анархаичный тем более что подобную архитектуру ставили не только на единичку но и на тройки на пятерки на x5 x3 в общем все f поколение но имела схожие обводы деталей интерьера но я вам скажу так что мне нравится я помню что в 2011 году на той самой презентации дизайнеры говорили что они хотели создать ощущение такого слоеного интерьера слоеной передней панели и действительно это получилось она прям многослойная здесь одна панель заходит на другую немножко массивно но нет ощущения тесноты потому что все же это единичка чуть просторнее чем моя по ширине наверное я бы не сказал а вот сзади действительно тут я уже вполне могу сесть сам за собой у меня это проблематично но единственное что меня это не сильно волнует потому что сам за собой я ни разу еще не ездил самое главное преемственность поколений здесь почти такая же посадка очень низкая плотное кресло в валики боковой поддержки можно сжать здорово вот чем мне нравится бмв того времени да ну в принципе к новым на это тоже относятся потому что благо все основные параметры всю геометрию вот этого расположения водителя внутри автомобиля они не меняют уже много лет так называемая точка h но это там где в машине находится ваша задница мне кажется что у всех легковых бмв она выверена и уже от нее не отходит поэтому ты сюда сел тебя словно вот так в боксерскую перчатку сжали уютно удобно хорошее чувство автомобиля здорово плюс к этому здесь у нас еще нормальные приборы единственное что на е-серии когда двигатель работает на холостых оборотах у вас стрелка тахометра лежит строго горизонтально здесь от этой приятной такой детали перфекциониста все же отошли поэтому ну мне немного режет глаз но к этому можно привыкнуть и в целом я считаю что те приборы которые стоят у меня посимпатичнее чем здесь но это все лирика детали ко всему можно привыкнуть чего-то из рук вон плохого я здесь не вижу посадка вообще отменная следующий момент давайте сразу по механике по силовому агрегату честно говоря мотор с индексом n13 не впечатляет своими возможностями у нас сейчас более того не совсем стандартная программа вместо 170 лошадиных сил должно быть около 200 но только крутящий момент оставлен на практически прежнем уровне ну и если это и принц то маленький принц но с этим я думаю никто не спорит все таки 1,6 литра но еще раз скажу что после моего дизельного мотора создается ощущение такого растянутого ряда передаточных чисел вот здесь например включаю пятую 2000 оборотов вообще нет никакой динамики а у меня на 5 с 80 именно 80 мы сейчас едем машина легко ускоряется не знаю конечно надо поездить на хорошей программе когда этот мотор развивает 240 250 сил но что тогда будет с надежностью вот посмотрите провоцируем добавляем газа это все на что он способен прям минимальное абсолютно минимальное скольжение а так хочется ощутить все таки тот самый дифференциал повышенного трения и в силовом скольжение протянуть эту машину по дуге но на сухом асфальте это практически невозможно даже на зимних фрикционных шинах маловато здоровья все таки у этого мотора поначалу меня еще расстроили и реакции на педаль газа потому что они были какие-то прям резиновые растянутые но я вспомнил что это уже современные автомобили относительно моего здесь есть клавиша режимов и в позиции спорт уже все становится значительно лучше оп оп да хорошо и даже звук мне кажется чуть-чуть поменялся удалось таки спровоцировать эту машину на короткий такой хлыст чувствуется что есть здесь действительно дифференциал повышенного трения это заметно не только по скольжениям но и потому как эта машина выезжает из поворотов так уверенно толкается всеми двумя задними колесами хорошо потому что даже такой мощности было бы достаточно чтобы просто в холостую вращать вывешенное внутреннее колесо так что с этим турбомотором 1.6 лучше сразу куда-то отложить амбиции гонщика я бы не стал его серьезно форсировать пометуя о но все-таки распространенных проблемах с надежностью поэтому в целом на что вы можете рассчитывать это около семи с половиной секунд до сотни и 220 километров в час максимальной скорости достаточно достаточно тем более что любой чип тюнинг это уже сотый бензин расход свыше 10 литров поверьте она того точно не стоит эта машина но она все равно не поедет так чтобы было оправданно платить такую высокую цену на заправках поэтому если все же соберетесь покупать f20 поищите вариант с дизельным двигателем но вы можете сказать что дизель с механикой это вариант который ты сто процентов не найдешь но тут тот редкий случай когда я могу вам посоветовать не зацикливаться на механике потому что она сама по себе неплохая но невосхитительная на самом деле у меня она тоже невосхитительная но здесь мне нравится чуть меньше потому что есть как я писал 10 лет назад такое ощущение пластмассовых шестеренок когда ты переключаешь вот ты меняешь передачу легкий упор и вот этот упор ты продавливаешь без какого-то вкуса без изюма у меня это чуть лучше может быть даже и не чуть поэтому восьмиступенчатый автомат zf это то что надо для этого автомобиля дизель плюс автомат вы получите оптимальный силовой агрегат потому что это шасси готова гораздо большему чем может ему дать тот самый turbo принц отлично помню как перед той самой командировкой десятилетней в давности я взял единичку с дизелем и автоматом только предыдущего поколения е87 ну чтобы как-то привязаться к предмету понять от чего отталкиваться когда буду рассуждать о машине на тот момент новой генерации и вы знаете тот белый хэтчбэк ну просто открыл мне глаза я был удивлен насколько яркой в водительском смысле может быть ну по-настоящему массовая машина которая вроде бы ни на что не претендует и каких-то спортивных амбиций у нее точно нет дизель автомат какой-то маленький хэтчбэк но это действительно очень странный автомобиль которому я думаю на самом деле мало аналогов во всем мировом автопроме ведь не будем забывать что та единичка и трешка они были очень сильно интегрированы друг в друга речь идет не только об общих силовых агрегатах элементах подвески но даже о деталях кузова например пороги на единички и на тройки но они одинаковые они одной толщины я к этому говорю то есть сама машина сделана с большим запасом и по жесткости кузова накручения и по возможностям подвески это действительно дало какой-то неожиданный результат потому что вот у меня обычное совершенно рулевое управление да на моем купе но я понимаю что там реакции острее собраннее и живее что ли даже несмотря на то что сейчас у меня пухлые 16 дюймовые шипованные шины с высокой боковиной а здесь 17 дюймовый и прям реально очень цепкий на сухом асфальте но при этом самый первый момент когда вы отклоняете руль здесь явно более ленивые реакции чем у меня автомобиль словно слегка сопротивляется а нужно ли нам действительно поехать в эту сторону странно это странно особенно учитывая что здесь подвеска свежая и прям ну другого уровня чем мои уставшие амортизаторы с пробегом под 170 тысяч километров все же в очередной раз можно сказать что действительно раньше было лучше если рассуждать исключительно о драйверских таких ощущенческих моментов но все же это хорошая бмв это действительно хорошая платформа если поехать действительно быстро да снос он прям небольшой дает вам понять что вы просто начинаете требовать от шин слишком многого зачем он плавно переходит за нос на руле неплохая информация хотя еще раз скажу мой чистый гидроусилитель нравится мне значительно больше чем это электро рейка но к ней тоже быстро привыкаешь когда только пересаживаешься из моей машины сюда есть ощущение что да тебя обокрали тебя лишили какой-то информации закрыли часть информационных новостных сайтов и даю тебе ее только по одному каналу но потом адаптируешься что делать другого то варианта у тебя нет и вы знаете перед тем как снимать это видео я всерьез думал что может быть пора все-таки поменять единичку ну на что-то более просторное сначала я думал о четверке grand coupe но потом вспомнил что едет она крайне неприятно audi a5 спортбэк может быть но все это сейчас становится дорого и совершенно не обязательно а вот поменять е82 на f20 можно практически без доплаты если даже не остаться в плюсе с учетом того как дорого сейчас оцениваются купе с дизелем но сейчас я понимаю что наверное не буду идти по этому пути потому что откровенно говоря рассчитывал на чуть больше особенно с учетом того что эта машина у нас все-таки не стандартная здесь бельштайн b8 тормоза вот кстати тормоза них я не сказал но они восхитительные эти большие тормозные диски суппорты от porsche классно работает здесь прям мягкий короткий свободный ход затем педаль упирается и ты только усилием дозируешь уровень замедления прям очень мне нравится вот когда отсюда я пересел на свою машину возникло ощущение таких немножко вяленьких тормозов ну а потом я понял что мотор то у меня хогу га и здесь он скорее вяленький нормально хорошо едет эта машина то есть объективно к ней сложно придраться и устойчивость напрямую здесь присутствует и реакции в целом точные хорошие но вы знаете если копаться в материях третьего порядка мы ведь ради этого здесь и собираемся то все-таки есть серия она другая на подсознательном уровне живее честнее настоящая что ли за это я ее и люблю но f-серия комфортнее этого у нее не отнять хотя если рассматривать конкретно этот белый хэтчбэк то нет потому что все же амортизаторы сама подвеска здесь более жесткая выхлопная система ну меняет акустическую картину стандартную но если вы возьмете просто хэтчбэк первой серии то поймете что он и тише и плавность хода там повыше хотя надо отметить что стандартная подвеска моего купе мне очень нравится потому что там такой правильный баланс плавности хода и энергоемкости вот энергоемкость это редкая история для бмв я помню что страдал от ее нехватки на своем универсале 3 серии но вот эта единичка она позволяет прям по плохим дорогам ехать в очень высоком темпе я даже по грейдерам на ней шпарил вполне и это мне в ней очень нравится но все же как ни крути ты эту подвеску как не ставь сюда выхлоп который все же дал какой-то голос этому turbo принцу единичка f-серии уступает в живости в интересе своей предшественницы но с учетом общего состояния рынка нельзя не признать что это по-прежнему хороший именно инженерный продукт автомобиль как инженерный продукт что очень важно здесь мало лишнего наносного которое только отстраняет нас от управления автомобилем это все еще честная правильная механика с хорошей развесовкой с правильным балансом такой удобный автомобиль на каждый день не лишенный хорошего правильного инженерного лоска школа здесь все же чувствуется тем более не будем забывать что это 118 а и автомобиль без особенных претензий на супер спорт с другой стороны я вспоминаю 135 x drive и вы знаете зимой мне она понравилась тогда значительно меньше чем audi rs3 к сожалению в этом сезоне не успел я снять rs3 среди машин с муфтой с поперечным расположением силового агрегата это одна из моих любимейших а как там звучит пятицилиндровый двигатель песня поэтому 135 наверное на асфальте с x drive не так интересно зимой все же она немножко дерганая нервная вспоминаю как остро быстро она реагировала след на каждый поворот руля в скольжении из-за этого дуга у тебя получалось не правильный хорошей траектории а такой пилообразный мне это все не слишком нравится и точности и уверенности в машине не доставало поэтому зачем зачем эти 135 зачем 140 вы и зачем платить за 326 лошадиных сил зачем обслуживать эти турбины 120 дизель друзья еще раз скажу и по большому счету прикручивая сюда какие-то сложные подвески большого смысла нет базовая m подвеска на 120d работает очень здорово я отлично помню как она мне понравилась и с энергоемкостью там тоже проблем нет и кстати электронно-регулируемые стойки я не рекомендую потому что у них есть сложности с преодолением острых неровностей заедете вы в какой-то опущенный люк или торчащий стык и услышите неприятное бабах а это их нормальная работа поэтому f20 безусловно имеет право на существование как по-настоящему универсальный автомобиль на все случаи жизни но в версии 120d с автоматом и m подвеской и тогда вы сможете говорить всем что у вас не только последняя единичка на заднеприводной платформе но и первое в истории бмв с повторителями указателя поворотов в корпусах наружных зеркал важная информация под конец нашего с вами рассказа спасибо друзья что смотрели не забывайте подписываться на канал переходите на яндекс дзен ссылка будет тоже в описании здоровья вам увидимся счастливо